Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на своём канале Magus West из славного города Мемфиса, с берегов реки Миссисипи. И хотелось бы поделиться с вами своим мнением по поводу двух знаковых событий, которые произошли в Америке и в России за последние 10 дней. Ну, начнём с американского. В начале прошлой недели появилась информация о том, что одна из самых крупнейших корпораций мира, Амазон, решила отменить свои планы по перемещению штаб-квартиры с западного побережья в город Нью-Йорк. Согласно первоначальному решению, корпорация Амазон достигла соглашения со штатом Нью-Йорк о переносе своей штаб-квартиры в город Нью-Йорк. В обмен на это корпорация Амазон должна была получить налоговую льготу в размере 3 миллиардов долларов. Амазон обязал создать в течение нескольких лет 25 тысяч рабочих мест для жителей Нью-Йорка вот в этой или при этой своей новой штаб-квартире в Нью-Йорке. Ну, сюда надо включать будущие позиции секретарей, клерков, каких-то курьеров, ну, вплоть до дворников. Всего 25 тысяч человек. Неплохая, кстати, перспектива для Нью-Йорка, где безработица гораздо выше, чем в других городах Америки. Но в обмен на налоговую льготу в 3 миллиарда долларов. По подсчетам экономистов, в течение последующих 10 лет при переносе штаб-квартиры Амазона в Нью-Йорк, Амазон должна была бы заплатить штату Нью-Йорк 24 миллиарда долларов. Это вот после вычета этой налоговой льготы в обмен на 25 тысяч рабочих мест. Неплохая, кстати, перспектива. Но, к сожалению, от Нью-Йорка в прошлом году в Конгресс была избрана демократический социалист, очень громогласная такая женщина по имени Александра Октавия Кортес, которая сейчас раздает многочисленные интервью и которая пытается бороться с американским капитализмом. Так вот, это Александра Октавия Кортес возглавила борьбу против вот этого решения Амазона перенести свою штаб-квартиру в город Нью-Йорк. Она заявила о том, что Амазон будет эксплуатировать Нью-Йорк, и нам не надо еще одного такого капиталиста. И вообще, зачем им давать 3 миллиарда долларов? Лучше их раздать бездомным или малооплачиваемым врачам или водителям автобусов. Вот это вот, что произошло в штате Нью-Йорк в Америке. Теперь второе событие. Также в начале прошлой недели поступила информация из России, что был неожиданно арестован один из руководителей американского инвестиционного фонда в России под названием Барон Восток. Его зовут Майкл Копли, его ФСБ неожиданно утром в начале прошлой недели арестовало, в наручниках доставило, и он теперь будет находиться два месяца под судом и, возможно, сядет в тюрьму. В чем же дело? А дело в том, что между инвестиционным фондом и российским банком Восток, такая игра слов, инвестиционный фонд, называется Баринг Восток, а банк, который не имеет отношения к этому фонду, называется Восток Банк. Между ними произошел сугубо хозяйственный спор, потому что инвестиционный фонд Майкл Копли выступал сначала одним из партнеров этого банка Восток. Типичный хозяйственный спор, они спорят о том, кто кому деньги должен, и российский банк Восток обвиняет Майкла Копли в том, что якобы вот этот инвестиционный фонд обул этот банк на 2 миллиарда рублей. Майкл Копли говорит, что нет, это неправда, все произошло из-за того, что сумма акций упала. Ну, я не буду вам просто мозги пудрить этими всеми подробностями, а дело в том, что это просто на деле спор хозяйственных субъектов. Тут государство никакому обману не было подвергнуто, и Майкл Копли, кстати, недавно подал в лондонский арбитражный суд о том, чтобы разрешить этот спор в независимом арбитражном суде, кто кого обул на 2 миллиарда рублей. Но у руководителя российского банка Восток есть влиятельные друзья ФСБ, и он решил арестовать, попросил их арестовать, вот этого негодяя в его глазах Майкла Копли, и с тем, чтобы эти деньги вынули из этого инвестиционного фонда и отдали банку Восток. И теперь он сидит в тюрьме. Что же происходит? И вы меня можете спросить, а какая связь между этими двумя, казалось бы, совершенно несвязанными событиями? А связь достаточно прямая. Есть вот у нас здесь один историк-экономист, зовут его Роберт Хиггс, и он вывел интересную такую формулу о режиме неуверенности. Ну, в общем-то, Америке тут он не открывает, он просто доказывает с цифрами в руках по странам, как в результате режима неуверенности, а по сути дела в результате подрыва доверия к инвестициям страны или целые регионы сами себя опускают. Или как вот здесь в Америке выражают, сами себе простреливают ногу. Вот, общее между этими двумя событиями просматривается очень четко. В одном случае мы имеем дело со штатом Нью-Йорк, который уже погряз в своей ливизне, у которого самые высочайшие налоги в Америке. Ну, единственное, хочу себя поправить. Калифорния соперничает с Нью-Йорком по самым высочайшим налогам, по кошмарению бизнеса, по каким-то правилам, которые невозможно соблюдать. Вообще в Америке здесь есть три штата, где ливизна зашкаливает, и где бизнес и малый, и средний, и крупный чморят по полной программе. Это Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорния. Ну, из них Калифорния и Нью-Йорк – самые ужасные в этом плане штаты. Оттуда весь бизнес бежит, и Нью-Йорк, и Калифорния, Иллинойс не добирают налогов, и они пытаются у федерального правительства просить субсидий. Недавно, кстати, мэр Нью-Йорка приезжал на прием к Трампу и просил у него дотации, потому что у Нью-Йорка бюджет не сходится, и у штата самого не сходится. Ну, Трамп его, конечно, выгнал и правильно сделал. И вот тут вот находится корпорация Амазон. Кстати, я небольшой поклонник Амазона, потому что вся элита Амазона во главе с этим Безосом, это руководители Амазона, мультимиллиардер, они тоже страдают ливизной, они поддерживают разные идиотские схемы, во всяком случае пытаются говорить о каком-то глобальном потеплении, поддерживают какие-то дичайшие зеленые проекты. Они, элита Амазона, кстати, давали большие дотации Хиллари Клинтон. Ну, и вот тут вот находится более левый человек, такой, по-российски выражаясь, большевик, демократический социалист Александр Иоктавия Кортес, который недовольен таким вот недостаточно левым Амазоном и, выражаясь опять российским языком, такая большевичка решила изгнать из славного левого города Нью-Йорка, Безоса, это такого недостаточно левого, будем так говорить. А Нью-Йорк, кстати, славится своими левыми идеями, там до сих пор сотни групп от маистов и троцкистов до таких, как вот Александра Иоктавия Кортес, демократические социалисты. Они соперничают, спорят друг с другом, но вместе они объединяются против бизнеса, выгоняют весь бизнес, налоговая база падает, а потом они начинают удивляться, почему у нас денег не хватает на школы, почему у нас денег не хватает на то, на это. И вот вы знаете, что самое интересное? Вот у этой вот демократической социалистки Александра Иоктавия Кортес, и это, собственно, меня подвигло на то, чтобы это видео вам сделать, в мозгу какая-то, ну я не сказал бы каш, а просто ужасная пропаганда, которую она восприняла, видимо, из американской государственной школы или из университета, потому что, к сожалению, вот сейчас в Америке, в мейнстриме, в школах, в университетах, говорить какие-то, давать какие-то, ну, реальные экономические знания, рассказывать о том, как рыночный механизм работает, как экономика работает, или сказать какие-то, ну, небольшие хорошие слова о капитализме, это невозможно, это считается непорядочно, это плохо. Она, в общем, продукт такой вот американской системы, которая, образовательной системы, которая сейчас страдает ливизной. У нее даже в голове, представляете, не отложился тот факт, что город Нью-Йорк обещал Амазону не выдать 3 миллиарда долларов кэшем за то, что они построят свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, дадут 25 тысяч рабочих мест жителям Нью-Йорка. Нет. У нее даже это не отложилось. У нее не отложилось то, что речь идет о налоговой льготе, а не предоставлении какого-то кэша, там, наличка или в виде какого-то, ну, там, безвозмездного, безвозмездного дара Амазону. У ней даже не происходит в голове вот этой вот связи. Она считает, что якобы город Нью-Йорк будет дарить компании Амазон 3 миллиарда долларов. Ну и сейчас, естественно, после изгнания Амазона из Нью-Йорка, Безос и Амазон решили построить свою штаб-квартиру в каком-то другом месте. Мы не знаем пока в каком. Ну, а по результатам вот этого такого социалистического мероприятия Александра Октавия Кортес и демократических социалистов штат Нью-Йорк недосчитается в последующие 10 лет 24 миллиардов долларов и 25 тысяч рабочих мест. А теперь переключимся на Россию. Как я сказал уже, Майкл Копли, председатель инвестиционного фонда «Баринг Восток», был арестован ФСБ и на два месяца заключен в изолятор. И, кстати, интересно, это произошло в один и тот же день, когда в Сочи под патронажем российского правительства встретился весь этот бизнесменский бомонд с руководителями российского правительства в Сочи для того, чтобы обсуждать что? Улучшение инвестиционного климата в России и привлечение иностранных инвесторов. И вот тот же день, когда эта встреча была организована в Сочи, в этот же день арестовывает Майкла Копли. Кто такой Майкл Копли? Это, по отзывам всех финансистов, экономистов, это один из самых честнейших представителей бизнеса на российском рынке. Это, кстати, единственный человек, я повторяю, единственный человек, который решил остаться в России из всех инвесторов, когда все просто сбежали, потому что никто с Россией дело не хочет иметь после 2014 года, после «Крым наш», после вот этого, ура, патриотического битья в грудь, когда лезут в Сирию, когда лезут в дела каких-то других стран, чтобы какие-то себе нарастить, там, призрачные российские мускулы или скрепы. Он единственный из иностранных инвесторов, который решил остаться в России. А что такое председатель инвестиционного фонда? Если вы не знаете, это человек, который по всем параметрам принимает деньги других людей, чтобы их инвестировать в страну. То есть он по определению должен быть кристально честным, потому что ему люди свои деньги доверяют. Если только какое-то сомнение даже в нем возникает, люди сразу начинают вынимать деньги, сразу убегают. То есть арестовывает российское государство, последнего, я повторяю, последнего инвестора из западных, который решил остаться в России. Это, естественно, посылает сигнал всему миру, а не только российскому бизнесу, о том, что Россия и ее элита уже никакими инвестициями не интересуются. Она уже не интересуется в том, чтобы развивать свою экономику. Это четкий сигнал, что сейчас в России идет крен на завязание гаек. И поскольку российская элита оказалась под санкциями, она пытается сейчас отгородиться от своего мира. Она уже перешла эту точку невозврата. И она уже не будет интересоваться тем, что в России сейчас растут цены на продукты, что ухудшается их качество, что никакой конкурентной среды не будет, и что никто уже никакие деньги в Россию не будет вкладывать. Страна сейчас находится в свободном падении. И вот такие цифры нам об этом говорят. В 2017 году бегство капиталов из России было 25 миллиардов долларов, а в прошлом году, в 2018 году, 67 миллиардов долларов ушло из России. Что же произойдет вот после того, как был такой мощный сигнал послан всему миру о таких российских действиях? Сигнал простой о том, что с Россией не только не нужно финансовых дел никаких иметь, а что просто с ней нельзя никаких дел иметь. Но вернемся к нашему Нью-Йорку. Какой же сигнал нам послал другой человек, демократический социалист по имени Александра Октавия Кортес, который изгнал Амазон из штата Нью-Йорк, и, в частности, из города Нью-Йорк. Она послала сигнал всей Америке, что с Нью-Йорком, со штатом Нью-Йорком, и с городом Нью-Йорком никаких дел не надо иметь. И никто не будет иметь дел с этим поганым штатом, с этим поганым городом, который будет скоро задыхаться в мусоре, задыхаться от безработицы, жаловаться на недостачу денег. А весь бизнес будет переходить, например, в такие штаты, как Техас, где, наоборот, льгот предоставляет и малому, и среднему бизнесу. В такие штаты, как Алабама. Или, кстати, в наш штат Теннесси, где у нас вообще, кстати, нет никакого штатного налога. То есть, имеем дело мы с двумя такими регионами. Один регион под названием Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Второй регион под названием Россия. Но, как ни странно, у них много общего. И эта общность заключается в чем? В том, чтобы кошмарить частную инициативу, кошмарить людей, которые хотят развивать свое дело. И они просто не понимают, видимо, власть, желание власти, желание доминировать. Или какая-то фанатическая вера в их идеалы. Вот с одной стороны мы имеем демократических социалистов, которые сейчас все больше популярности в Америке пользуются. Потому что много людей сейчас на Велфере сидит. 52 миллиона человек в Америке сидит на Велфере. Это потенциальные получатели большей государственной помощи, которые нигде не хотят работать. Это такие люди, которые, как вот эти древнеримские патриции, они требуют себе хлеба и зрелищ, и больше нигде не хотят работать. Кстати, интересно, вот эта вот Александра Октавия Кортес, она недавно внесла в Конгресс проект по так называемому «зеленому новому курсу». Ну, еще очередная глупость. Под решением экологического вопроса она, Октавия Кортес, пытается всю Америку зарегулировать какими-то экологическими законами. О том, чтобы бизнес, мелкий, средний и крупный платили специальный налог не только на поддержку экологических программ, а на поддержку экологической чистой жизни для расовых, национальных и гендерных меньшинств. Вот представляете, это уже, конечно, идет выше крыши. Как говорится, дальше уже гнуть некуда. И что самое интересное, вот этот вот законопроект о «зеленом новом курсе», который она внесла в Конгресс, содержит такую поправку, что экологически чистая жизнь в Америке означает предоставлять деньги тем людям, которые не хотят работать, а хотят сидеть дома по каким-то своим личным причинам. Да, я опять не оговорился. Я именно повторюсь, что вот ее законопроект содержал такое положение о том, что государство должно платить деньги, если люди какие-то не хотят работать, но тем не менее они должны на что-то жить. То есть физически здоровые люди тоже имеют право на welfare. Ну, тут уже, конечно, даже некоторые умеренные левые не смогли сдержаться в той же демократической партии. И сейчас они поднимают свой голос, чтобы ее как-то покритиковать, эту демократическую социалистку. Появился плакат недавно в городе Нью-Йорке на Тайм-Сквере, это центральная площадь Нью-Йорка, где говорится «Спасибо, Октавия Кортес, за то, что ты нас наказала на 25 тысяч рабочих мест». Но свои социалистические скрепы она защитила. То есть в данном случае мы говорим о фанатике, фанатике своей социалистической идеи, которая ради вот этого вот своего фанатизма готова переступить через интересы людей. А что самое интересное, несмотря на популярность левых идей в Нью-Йорке, по опросам общественного мнения, 65% жителей Нью-Йорка высказали за то, чтобы корпорация «Амазон» строила свою штаб-квартиру в Нью-Йорке. Но, тем не менее, это не помешало вот этим левакам прогнать такого, ну, нехорошего, недостаточно левого Безоса из Нью-Йорка. И то же самое, если мы вернемся в Россию, в нашу родную, мы увидим то же самое, что ради каких-то призначных государственных национальных скреп для наращивания каких-то своих духовных скрепоносных мускулов люди хотят не просто закошмарить бизнес, а просто удалить всю финансовую базу для экономического развития России. И, естественно, это происходит под знаком того, что Россия встает с колен, Россия поднимается. И вот что самое интересное, я обратил внимание, чем ниже развитие страны, чем ниже она падает, тем больше она встает с колен, тем более у нее появляется интерес к каким-то духовным скрепам. Вот посмотрите, есть такая африканская страна Зимбабве, которая до недавних пор возглавлялась таким, я бы его назвал национал-социалистом по имени Роберт Мугабве. Она тоже начинала, в общем-то, неплохо, с привлечения иностранных инвестиций, а потом начала кошмарить бизнес, все конфисковать, все обобщислять, и в результате решил просто изгонять сельскохозяйственные компании, бизнес, банковский сектор из страны, инфляция 3000%, страна катится. Но режим основан на чем? На своих скрепах. А эти скрепы нам, зимбабвийские, говорят о том, что Запад негодяй опустил Зимбабве, и поэтому она такая слаборазвитая, и что вот этот поганый империалистический Запад, он ответственен как раз за это, за то, что Зимбабве сейчас в полной заднице находится, что 2 миллиона зимбабвийцев уехали из страны в поисках работы. Ну и, естественно, в России примерно такая же история происходит. Начинает гордиться своими скрепами, начинает возносить свою какую-то призначную духовность, а главное – начинает обвинять Запад. И посмотрите, что самое интересное, вот у этих же американских социалистов, и в частности вот у Октавии Кортес, и вообще у всех социалистов, и умеренных, и у таких вот леворадикальных, как Октавии Кортес, у них тоже такая же линия просматривается. На что? На обвинение Запада. Запад – это цивилизация подонков, Запад – это негодяйство, Запад – это капитализм, Запад – это материализм. Его нужно выдавливать из себя, а нужно поддерживать духовность. А что такое духовность? Духовность – это вот коллективизм Третьего мира, это коллективизм национальных меньшинств, это какие-то вот такие общины, это экологически чистый образ жизни, когда у нас фабрик никаких нет, когда у нас бензин не используют, когда мы атомной энергией не пользуемся, а мы вот развиваем какие-то ветряные мельницы, мы вместе трудимся, мы едим совместно в каких-то столовых, мы готовим еду вместе, и мы гордимся разными духовными скрепами, которые ничего не имеют общего с западной цивилизацией. Вот смотрите, вот самое интересное, здесь просматривается связь между американскими левыми, которые также ненавидят запад, свою западную цивилизацию, и этими придурками, российскими государственниками, евразийцами, которые также ненавидят запад и пытаются какую-то свою призрачную духовность восхвалять. Все они едины в своей ненависти к западу, все они едины в чем? В том, что они хотят жить за государственный счет, но ничего не инвестировать в развитие экономики. А результат просто один. Они рубят курицу, которая несет золотые яйца. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, ругайтесь, хвалите, выражайте свое мнение. Донатов никаких делать не надо. До скорых встреч. Всего доброго.